Глубоко уважаемый председатель, уважаемые практические коллеги, я драматолог, я не онколог, но тем не менее я представляю кафедру университета имени Мечникова и к нам обращается очень много пациентов с проблемой кожи, которая, конечно, наблюдается у онкологов. Я бы хотела вам также привести интересные клинические примеры и дать определенные рекомендации, когда мы можем помочь нашим совместным пациентам. Итак, практически у всех пациентов вы знаете, что существует так называемое токсическое воздействие на кожу и придатков. Хочу отметить, что к нам обращаются чаще всего, конечно, пациенты, у которых отмечается реакция кожи в виде аллергической реакции, то есть это ритемы, какие-то высыпания и в первую очередь, конечно, зуд. Возможно и избирательная локализация поражений, в частности, так называемый ладоноподошвенный синдром. И мне хочется вот именно сегодня подсказать, может быть, вам, чем лучше воспользоваться, чтобы помочь нашим пациентам. Иногда развиваются и другие реакции, и гиперпигментация, и развивается фотосенсибилизация. И еще хочу отметить, к чему это приводит. Не только просто к жалобам, к каким-то недовольствам пациентов, а есть еще одно выражение – это телесное косморфическое расстройство. В чем же оно заключается? Вот вы видите, есть поражения, определенные на лице. Это все на фоне, конечно, правильной терапии, которую вы назначаете своим пациентам. Но смысл именно телесного дисморфического состояния или расстройства – это когда пациент это еще начинает и трогать руками, пытаться как-то сами себе помочь. Вот это, конечно, недопустимо. И под нашим наблюдением подобных пациентов находилось около 100 человек. И мы им, конечно, рекомендовали определенную терапию, о которой я пару слов хотела вам и сказать. Вы видите, что эта терапия сопровождалась определенными исследованиями. То есть мы рассматривали пациентов с сухостью кожи и зудом кожи. Пару слов по поводу зуда кожи. Вы видите, что мы получили очень хорошие результаты, назначая свою именно схему терапии. То есть на примерно 18-й день уже практически высыпания изменялись и зуд на 50% исчезал. В группоконтрольной же группе этого не происходило. Что же мы назначали? Итак, первое – это термальная вода АВН. В чем же ее особенность? Дело в том, что вы, конечно, сталкиваетесь в рекомендациях и так далее с различными, в том числе и термальными водами. Хочу отметить, что именно термальная вода АВН состоит из двух частей. Вы видите, и минеральная, и биологическая. То есть здесь не нужно нам иметь какие-то высокие очень проценты минерализации. Достаточно только то, что вы видите вот это соотношение. Конечно, это приводит к тому, что происходит восстановление эпидермального барьера кожи, что нам с вами необходимо, и обладает прекрасной переносимостью. Самое главное – это противозудное действие. С чем это связано? Дело в том, что вообще лаборатория Пьерфабра АВН – это огромный научно-исследовательский институт, который разрабатывает и онкологические, может быть, вы знакомы с этими препаратами, таблетированные и так далее, но в том числе и решает проблемы кожи. То есть, видите, это высокие биотехнологические процессы, которые создали вот такое вот особое вещество, активный компонент именно этой термальной воды, который включает в себя не только термальную воду, но и другие препараты. Сейчас мы тоже о них пару слов вам скажем. Активный компонент Аймудулия – это состав, который включает в себя препарат, который способствует именно специфическому ингибированию воспалительного ответа, то есть экспрессия интерлекина-18 понижается, видите, на 65%. Затем происходит изменение как раз-таки на ферменты и так далее, на зуд влияет, ну и изменение в области рожденного иммунитета. Все это вместе, казалось бы, какой-то флакон с водой, и вот такие результаты. Это правда, так как мы, драматологи, также проводим серьезные исследования, и это подтверждено ими. И вот что касается теперь сухости кожи, с чем сталкивается практически каждый ваш пациент на фоне той терапии, которую вы назначаете. Вы опять-таки видите, что наша разработанная схема приводит к тому, что в течение двух недель зуд кожи реально исчезает. Если могу заранее сказать, что эту терапию, конечно, бросать нельзя, то есть назначение этих препаратов обязательно. Следующий препарат, который назначается, чтобы справиться в том числе и сухостью кожи, это так называемый препарат Ксерокалм, тоже компания АВН. И здесь несколько составляющих, которые позволяют также воздействовать на все механизмы сухости кожи и приводят к тому, что, как вы видели на графике, позволяют также справиться с этой проблемой. То есть ксероз и зуд кожи значительно будет уменьшаться. Если говорить о самих препаратах, то вы видите, они здесь представлены. И, конечно, опять-таки Ксерокалм обладает и противовоспалительным действием, и противозудным действием. Не хочу вас сильно механизмами мучить, но, тем не менее, здесь содержится также активный компонент термальной воды, о которой мы только что с вами сказали, там буквально 12 патентов на изобретение, насколько это потрясающее воздействие происходит на кожу. То есть это новые биотехнологические препараты. Аймудулия – это тоже вещество, как мы уже с вами о нем сказали, это разработка, которая буквально запатентованная, позволяет добиться высокой такой эффективности. И безопасность определена тем, что косметика – это стерильно, это тоже очень важно для ваших пациентов. Итак, Ксерокалм в сочетании с термальной водой обладает всеми с вами необходимыми свойствами, что мы с вами, пациентам, можем с вами порекомендовать. То есть это антиоксидантное действие, противозудное, модулирующее и контроль воспаления. Как я обещала, хочу вам представить наших пациентов, которые к нам обращаются. Возможно, они вам знакомы, в виде тоже это мастектомия, безусловно. И здесь такие пациенты жалуются, безусловно, на зуд кожи, на высыпание. И как раз-таки мы хотели вам подсказать, что здесь однозначно рекомендуется назначение термальной воды, потому что эти пациенты, понимаете, они к нам приходят рыдая. Отправлять к вам обратно, потому что это наша же проблема, все-таки кожная, мы должны чем-то помочь. А пациентка сначала, конечно, приходила к своему лечащему доктору в экологический центр, и, возможно, таких высыпаний так много бы и не было, но вот, тем не менее, уже хочется ей быстрее, конечно, избавить от этих проблем. Видите, еще интересная нозология, когда вы видите изменения в области подмышечных областях, где вы видите звенение цвета, сухость, шелушение, то же самое. Также такая же терапия, начинается термальная вода, и к серока он назначается. Поражение кожи на лице после тоже мастектомии, такой фолликулярный кератоз развился, гиперемия выраженная. И пациентам тоже хочется помочь. Помните, вначале мы с вами сказали о дисморфических состояниях, когда пациенты начинают сами что-то пытаться делать, с лицом травмировать, все этого, конечно, допускать нельзя. Ладонно-подушвенный синдром мы с вами тоже упомянули, что страдают иногда избирательно. Такая может быть локализация. И не всегда этим пациентам, на самом деле, удобно дойти до дерматолога. Не всегда они говорят, ой, там еще очереди, тяжело. Поэтому если вы дадите им какие-то минимальные рекомендации, вы имеете на это право, то, конечно, будет прекрасно, видите, уже через две недели можно добиться хорошего результата. Незначительная сухость, ксироз кожи, когда так живут. Также рекомендации очень простые. Термальная вода, ксирокарм, и вы получаете эти результаты. Другие нозологии, которые мы тоже сталкиваемся, видите, оперированный нос по поводу базально-клеточного рака кожи, также выраженная сухость, изменение и структуры кожи. И пациентка, опять-таки, к нам приходит вот с этими проблемами, помогите с лицом, помогите с кожей. Поэтому это все решаемо и легко. Если это запустить, опять-таки, вы видите, то, конечно, высыпаний становится больше, и тогда пациентам уже наши драматологи не так просто в диспансерах справляются с этими проблемами, они уже приходят на кафедру. Так что вот эти популезные высыпания на коже вы тоже, наверное, видели и с ними сталкивались. Еще одно направление, которое мне хотелось бы сейчас сказать, это гигиена. Это буквально один слайд. То есть мы с вами разобрали буквально лечебный уход. Гигиена – это то, что нужно использовать во время все-таки гигиенических процедур. И вот тоже ксерокалма есть для именно принятия души препарат, который, масло для души позволяет нашим пациентам, чтобы кожа была в нормальном состоянии, хотя бы не было высыпаний. И снижается зуд тоже самое. Так же так, как здесь и термальная вода содержится, и амодулия вот этот состав, липидная хорошая форма, и опять-таки нет консервантов, нет одушек. Поэтому у всех наших пациентов, кому мы назначаем подобную терапию, качество жизни значительно изменяется и буквально приходит в норму. Следующее направление – это также у этой компании, а точнее я этим широко очень пользуюсь, так как я тоже занимаюсь лазерными технологиями, но в области, конечно, доброкачественных образований. Вот это не просто так написано. Я вижу бесконечно наших пациентов, ко мне обращаются через 3 месяца, месяц, которым назначаются хирургами, не только онкологами, а просто хирургами в том числе, марганцовка, фукарцин наружно. То есть вот удивительно вообще, что до сих пор используют для наружной терапии после операционных процедур. Хочу вам сказать, что я пользуюсь, конечно, препаратом Сикальфат, который позволяет несколько по-другому вести пациентов. Действующее вещество Сикальфат, который входит в изначально изобретен, видите, для лечения язвы желудка, то есть он настолько эффективный, что сделали препарат как раз-таки ученые для наружной терапии. Препарат обладает множеством, имеется у своих свойств прекрасных. Первый – это заживляющий, эпитализирующий, то есть такая вот, видите, это гель, который обладает механической защитой в кислой среде, видите, обретает отрицательный заряд, и происходит высокое сросло протеина, то есть белков кожи, и таким образом вот это формируется защитная пленка, и нет рисков вторичного инфицирования. Второе действие – это стимуляция клеточной пролиферации, фибробластов, эндотелиальных клеток, и быстрее происходит заживление. И антиоксидантное действие. Третье – антипротеазное действие. То есть происходит заживление не просто так, а гарантия, что будет рубец более ровный в связи с тем, что коллагеновые волокна становятся более ровно. Итак, состав, видите, тоже уникальный. Нам с вами нужен противовоспалительный антибактериальный препарат для раневой поверхности, который как раз-таки это и содержит. Суркальфат и сульфат меди, который обладает антимикробным действием и сульфат цинка, в том числе и окси цинка. Поэтому такое уникальное действие очень хочется вам тоже донести, насколько оно прекрасно работает. Вот посмотрите, тоже я вам говорила, что клинических примеров очень много. Да, произвели удаление, всё в порядке, но здесь уже ещё и просматриваются остатки фукорцина. Это хирурги делают, онкологи. До сих пор им, как я сказала, пользуются. Месяц вот такой ситуации, вы представляете, было вообще небольшое, 2-3 мм образования. И уже огромные язвенные дефекты. Конечно, это молодая девушка, которая вот так косметически пострадала. Но я, может быть, конечно, хирургам всё равно на косметику, но я не думаю, что в настоящий реме это так. И рубцы, конечно, приличные остались. Достаточно было несколько дней назначить правильную терапию, в частности, Сикальфат, и всё тут же запитализировалось, но уже зарубцевалось, конечно. Следующий пример. Тоже пациента знакомые привели в шоке. Уже больше, на самом деле, уж я так побоялась, больше трёх месяцев вели пациента. Да, всё правильно сделали, пролечили пациента. Но вот не эпитализируется. Вот уже, понимаете, какой-то очаг стал. Конечно, первичный не был такой очаг базально-клещенного рака, как уже, безусловно. Но, тем не менее, вот так расползается драматит рентгеновский. И мы сами были потрясены, когда буквально через несколько дней пациент пришёл, уже сформировалась корочка, всё изэпитализировалось. Что казалось бы, ну вот зачем так больше трёх месяцев вести? Притом, онколог не направлял к драматологу, он самостоятельно всё время просил пациента к нему обращаться. Ситуация, когда произведена была фотодинамическая терапия, ну, в принципе, может быть, это нормальное явление, но, тем не менее, вот здесь тоже нужна была правильная наружная терапия, когда пациент вот с этой проблемой к нам обратился, и сиккальфат нам, конечно, помог быстрее справиться. Поэтому этот препарат показан и для эпитализации, в любых случаях и при ожогах, и при радиодраматитах, и на просто рубцовые изменения послеоперационные швы и так далее. Последнее направление, что мне вам ещё хотелось отдельно сказать, это фотосенсибилизация. То есть, на самом деле, сегодня вы много говорите о рецидивах заболевания, о метастазах, но вот наше, не то что мнение, а это научное мнение, опять-таки, что всё-таки солнце этому способствует. Мы с вами хорошо знаем, что существует несколько спектров солнечного света. УВБ – это солнечные ожоги и злокачественное наобразование, то есть любые метастазы могут провоцироваться всё-таки УВБ лучами. УВА в сочетании с УВБ за счёт этого более глубоко проникает, что печально, ну и в УВЦ более такие фототоксические реакции, вызывающие лучи. Поэтому нам с вами обязательно, нашим пациентам, нужно и не допустить, и предупредить всё-таки. Вы, скорее всего, говорите своим пациентам, что на солнце, конечно, вам выходить нельзя. Но проблема в том, что не просто нельзя выходить, а ещё нужно защищаться от солнца, потому что всё равно фототоксическая реакция, сейчас мы её посмотрим, так же возможно. Пару слов, что же существует, какие фотопротекторы ради, вот, в общем-то, интереса, что вы имели себе представление. Это минеральные экраны, химические фильтры, органические фильтры. Я не буду, конечно, подробно очень вас это рассказывать. Могу сказать, что фильтр должен быть безопасный. То есть он не должен переходить в состояние активности и назад не возвращаться. На рынке очень много просто фотозащитных кремов, но, тем не менее, вот именно исследования научные были проведены вот в институте Пьерфабра в Авене, когда мы видим, что тройная защита необходима, то, что я сказала, три основных фильтра обязательно должны быть без парабенов, без различных дополнений. И вот это достигается именно в препаратах Авена в оранжевой линии. Это сочетанием органического экрана и химических фильтров. Видите, какие сложные названия, какие сложные составы. Это не все не просто так. На основе термальной воды это научные огромные разработки, еще раз подчеркиваю. Это обязательно сочетание Тиносо-БМ. Это единственный микронизированный вот такой экран, который защищает, как мы с вами сказали, сочетание лучей БВА обязательно. Тиносо-БМ. Опять-таки нам нужно с вами поддержать эту защиту от этих лучей, которые именно в этом сочетании с химическим фильтром еще более активно работают. Видите, также добавлено вещество парсол с его номером, которое способствует фотостабильности. То, что я вам только что сказала, что он должен быть фотостабильным. И вот эта вот стабилизация, еще больше, видите, даже запатентованы эти составы. То есть не просто так пойти в аптеку можно и купить препарат от солнца. Особенно пациентам, которые перенесли вот какую-то проблему, связанную с онкологией. Посмотрите, именно фондам рака кожи, американским в том числе, европейским фондам рака кожи тоже самое. И имеются четкие рекомендации о том, что мы должны использовать обязательно этим пациентам назначать вот эту именно оранжевую линию компании Aven. Способ нанесения тоже важен. Буквально намазывается на два пальца и на одну зону, и его хватает. Не буду вас этим мучить, конечно. И последнее, это белая гамма. И вот если уже есть проявления на коже у ваших пациентов, то есть все-таки кожа страдает, вы знаете, это на гиперимированные, и так далее, то назначается в том числе еще и белая гамма Aven, то есть это для суперчувствительной кожи. Она содержит уже диоксид титана, которого иногда боятся, когда читают. Но вот именно, еще раз подчеркиваю, белая гамма Aven, здесь доказана безопасность этого фильтра, и поэтому вы смело можете назначать именно на суперчувствительно поврежденную буквально уже кожу. Здесь тоже есть определенная линейка. Последний слайд, когда вы видите, что пациентка не сгорела на солнце, ни в коем случае. Это именно та фототоксическая реакция, которая развивается и у ваших, и у наших пациентов, которые здесь вы назначите, безусловно, терапию, которую я уже сказала, и хотя бы посоветуете ее обязательно на солнце. Вот понимаете, она не то, что специально загорала, конечно, нет, но это именно фототоксическая реакция, когда она просто вышла на солнце и получила вот такую реакцию. Это не причина, когда пациенты лежат на солнце, это именно, к сожалению, реакция на, в том числе, химиотерапию, которую пациенты принимают. Итак, алгоритм ухода за кожей для онкобольных мы бы рекомендовали на кафере следующий. Уход сразу послеоперационный, это все-таки пользоваться уже современными препаратами, это восстанавливающий крем Сикальфат. Уход за кожей, если вы видите, что кожа у пациентов страдает при химиотерапии, в первую очередь термальная вода в сочетании с сирокалмом. Но и фотозащиты, вы уже разобрали, что есть оранжевая линия, защищающая от всех фильтров, самая рекомендуемая всеми врачами, именно онкологами, но и белая линия, когда есть уже поврежденная кожа. Последнее выражение, которое дерматолог написал, мне тоже оно очень нравится, может быть и вам пригодится, что, вероятно, нет другого заболевания, которое бы вызвало больше психического стресса и дискомфорта, непонимания, почему это у меня, у этих пациентов. И дальше больше неуверенность в себе и чувство неполноценности развивается, а также множество психических страданий, и в том числе поражение кожи. Поэтому вот помочь этим пациентам и вы, и мы в состоянии. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...